Мой дом, моя крепость, которая в любой момент может рухнуть. Как барнаулицы попадают в списки на расселение. Пока не смыло, в Барнауле планируют заняться ливневками на самых проблемных участках города. Неограниченные возможности. Предприниматель из региона может получить финансовую помощь, чтобы ставить инвалидов на ноги. Полиция проводит проверку по факту резонансного ДТП, в котором оба водителя – дети. Всего же в столкновении мотоцикла и квадроцикла в поселке Лесной пострадали три ребенка. Водители квадроцикла и мотоцикла – 10-летний мальчик и 16-летний подросток. Оба не имеют водительских прав и оба везли пассажиров. В итоге трое из четырех участников ДТП в больнице. Полиция продолжает проверку и напоминает, садиться за руль даже маломощного мототранспорта можно с 16 лет, но с водительскими правами. За их отсутствие 16-летнему водителю выписан штраф. За прошедший год 12 частных домов Барнаула признали аварийными. Это важный процесс, ведь, как и многоэтажные дома, частные тоже имеют свойство обрушаться. И этим летом это привело к нескольким жертвам. Сложно ли попасть в список на расселение и есть ли желающие? Разбирались мои коллеги. Стены трещат по швам, потолок осыпается. Не дом, а руины. Правда, жилые. Сырость тут, ужасная сырость. Дышать тут вообще очень тяжело. А во время дождей, ну, это буквально потоп. Ну, что на улице идет дождь, что вот здесь. Мы расставляем здесь, 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 здесь. Елена Посысаева больше 20 лет живет на Тюленино. Дом на двух хозяев. Сосед на своей части крышу давно укрепил, сделал ремонт. А у женщины маленькая пенсия, которая уходит на здоровье. Болят ноги. Сын в командировках ездит, так он себя лучше чувствует там, когда уезжает из дома. Вот приезжает и начинает задыхаться у нас матик. Ну, а я, естественно, потихоньку болею, болею, болею. Очень тревожит. Ну, поскольку сделать я больше ничего не могу, как только зарабатывать деньги, чтобы хотя бы мы прожили на мою зарплату. Больше у меня вариантов никаких нет. Женщина два года пишет письма в мэрию с просьбой о помощи. Ну, чтобы как-то помогли мне вот в этом вопросе-то. Либо с ремонтом, как-то какие-то деньги выделили. Если произойдет обрушение вот этой стены, которая туда уже поехала, это значит, перекроет им выход и вход. И не дай бог там дети вот пробегают в этот момент будут. То есть я и несу прямую угрозу и соседям. Масштаб трагедии, связанных с ветхостью частных домов, растет. В июле этого года потолок почти в столетнем строении обрушился на пенсионерку с внуком. После ЧАЭС соседям выплатили компенсацию 150 тысяч рублей. Сейчас люди пытаются забыть о случившемся и отстроить новый дом. Когда покупали, мы пришли, там просто все гипсокартоном было, все зашито внутри. Когда сняли, конечно, уже снулись, там вообще что-то всем-то было. Ну и начали, мы начали оттуда перестраивать. Как бы, если бы не трагедия, мы бы и в этом году как бы не тронули дом. Мы его не трогаем, потому что если там что-то тронуть, он там сыпется и валится. Тем временем в городе множество частных домов, проживание в которых уже опасно. Ветхие стены и хрупкая крыша, а ведь внутри кипит жизнь. А горожанам, которые живут в Нагорной части на берегах Аби, еще опаснее. На месте старых обвалов уже стоят руины. Начиная с Гвардейской, это как бы еще нормальная зона, а там уже ополосневая зона, там просто люди уезжают, дома бросают. Сначала была трещина, да, люди как бы внимания не обращали на нее. Ну, может, вы обращали, да, а потом в один прекрасный момент эта трещина ушла туда. Тем временем 12 частных домов Барнаула за год признали аварийными. Мы запросили в администрации критерии, по которым дом может стать непригодным для жилья. Причин не так уж и мало. Например, доказанные вибрации, излучение или зараженность почвы, а также техногенные аварии, расположение на земле, прилегающей к линии электропередач переменного тока, в зоне оползней или селевых потоков. Причин для признания дома аварийным меньше. Изменение окружающей среды или физический износ в результате эксплуатации или ЧС. За уточнениями мы обратились к строительно-техническому эксперту. По словам специалиста, 65% износа дома уже причина признать его ветхим, а 80% аварийным. А затем мы показали ему видео квартиры Елены. Здесь уже состояние аварийное. Видите, помимо дырок и все такое, есть гнилостные образования непосредственно на потолке. Соответственно, этот потолок может в любое время рухнуть. На свое обращение женщина получила ответ от руки, без печати и подписи. В нем власти рекомендуют нанять эксперта для оценки жилья, чтобы признать его аварийным. Нам подтвердили, что подобное заключение в городскую комиссию предоставляет сам собственник. Но услуга такого специалиста стоит больше 35 тысяч. Найдет ли Елена такие деньги? Мария Мацаева, Алексей Фризин, Вадим Быстревский. День с толком. В Дорожном комитете Барнаула планируют реконструкцию ливневок на проблемном участке города пересечения улицы Попова и Павловского тракта. А пока власти используют специализированную технику для прочистки ливневой канализации. Подробнее в сюжете. В субботу, 30 июля, ливневка на Попово-Павловском с количеством дождевой воды вновь не справилась. Хотя чистят ее каждый год, сообщили в Дорожном комитете. Правда, говорят, техника, которую используют для прочистки, с силам уже не справляется. Приняли решение привлечь более мощную. Чтобы выполнить работы по усиленной очистке в этом году, еще в прошлом определились с финансированием. Данные машины не только производят очищение трубы путем гидродинамической очистки, то есть под высоким напором. Труба очищается, отбивается грязь, силовые отложения. Также происходит одновременная откачка ила. То есть грязь мы всю забираем с собой и вывозим на полигон. Процесс не самый простой. Осмотр показал сильную загрязненность участка протяженностью 350 метров. Помимо двух единиц техники, сотрудники работают и вручную, используя спецодежду. К слову, техника, которая сейчас есть на вооружении мэрии, со столь сильными загрязнениями не справляется. Проблему усугубляет естественный уклон местности на этом участке. Это самое низкое место. То есть все водные массы, стоки, дождевые, талые, весенний период в том числе, поступают вот в это место, стекаются. То есть по проезжей части, естественно, уходит часть вода в дождеприемные колодцы. Но в пиковые нагрузки система, она в рабочем состоянии, но она не может принять однамоментно такой объем воды. После завершения честных работ в Дорожном комитете планируют проработать вопрос реконструкции ливневки на этом участке. Здесь хотят сделать дополнительные водоприемные колодцы и коллектор. Татьяна Голубева, день с толком. Предприниматель из Алтайского края может получить финансовую помощь из Москвы. Ее должен оказать Федеральный фонд поддержки социальных проектов. Фонд по всей стране отбирал лучшие бизнес-инициативы, чтобы поддержать их развитие. Главный критерий при отборе – решение бизнесом социальных проблем общества. От условий труда до общественного развития и здоровья. Подробнее в сюжете Елена Макаренко. По профессии врач ЛФК и логопед. Новоиспеченный социальный предприниматель Лариса Алексеевна занимается шестилетним Назаром, у которого диагноз ДЦП. Занятия проводят не на дому, как было в прежние годы, а в собственной студии общения и развития, которую открыла полгода назад. Здесь будут оказывать помощь людям, у которых разные проблемы с речью – от задержки в развитии до ее полного отсутствия. К примеру, у взрослых после инсульта или ДТП, у детей – от специфических расстройств. Очень сложно ребенку выбрать картинку, потому что небольшое расстояние, потому что маленькая картинка. И картинок достаточно много. А зрительно-моторная координация у таких ребят страдает. Тогда я сделала вот так. Вот. Уменьшило количество картинок, увеличило расстояние. И получилось лото, в которое мы играем с Назаром. Он угадывает уже несколько запахов. Арома лото, альтернативная и дополнительная коммуникация, сенсорная интеграция по алгоритму Джин Айрис. Необычные методики работы презентовали на питчинге социальных проектов в Москве. Пронаульская студия развития вошла в восьмерку победителей за специфику своей деятельности. Сегодня единицы предпринимателей берутся решать проблемы общества, которые требуют столь узкой специализации, огромной ответственности и при этом имеют совсем небольшой финансовый выхлоп. По третьей категории, к сожалению, это вот самая та категория, которая у нас на сегодняшний день небольшое количество предпринимателей идут на такое. Должен быть настрой самого предпринимателя на именно помощь, потому что это намного труднее оказывать такие услуги для таких людей. Настрой у создателя студии боевой. Большой опыт в логопедии и области лечебной физкультуры позволяет чувствовать себя уверенно в плане оказания услуг. Сложнее с финансами. Открыть дело помогли органы соцзащиты. По социальному контракту выделили 250 тысяч рублей. Но студию еще нужно оснастить специальным оборудованием. Так, для детей, которые не могут сидеть сами, нужны коляски-трансформеры с дополнительными опциями. Мы были здесь на консультации, но нас, к сожалению, не взяли в работу, потому что нет возможности заниматься. Нужен стул, нужна фиксация, потому что он на руках даже, да, вы видите, он болтыхается, он не смотрит и так далее. То есть стул фиксируют и помогает, скажем так, к работе логопеда и специалиста. Вот, поэтому нам бы очень хотелось тут заниматься, потому что и удобно, и близко, и специалист хороший. Ну, студию-то недавно открыли. Мы просто говорим, что нужно. Детей таких очень много сейчас, прям очень много. Федеральный фонд поддержки социальных проектов обещал поддержать предпринимателей из Барнаула. На приобретение двух кресел должны выделить грант в 440 тысяч рублей. В Алтайском же фонде инноваций социальной сферы надеются, что в России будут активнее поощрять социальный бизнес. Ведь до сих пор он на стадии зарождения и о самоокупаемости говорить пока не приходится. Между тем, в специализированных социальных услугах нуждается все больше соотечественников, в том числе жителей нашего края. Елена Макаренко, Вадим Быстревский. День с толком. Ни один из алтайских педагогов не решился поехать работать в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в Краевом Минобре. Напомним, месяц назад алтайским учителям предложили отправиться в командировку в Луганск. Говорилось, что по приказу Минпросвещения страны формируют списки педагогов, готовых помочь с подготовкой к новому учебному году в Донбассе. Но, как стало известно, таких желающих среди алтайских учителей пока не нашлось. К другой теме. Барнаульскому перевозчику, чьи автобусы ходят по 10 маршруту, дали время исправить ошибки. Иначе компании могут лишить этого маршрута. Горожане давно жалуются на слишком малое количество автобусов по этому направлению. Мы решили спросить у барнаульцев, так ли остро стоит вопрос. И какими маршрутами еще недовольны люди. На 10 маршруте вот. Здравствуйте, да. А вот, скажите, долго вы его ждете? Долго, очень. А сколько примерно? Ну, я уже даже на нем не езжу из-за этого, что он очень долго не дождаться. Ну, минут по 40 могу точно. Ну, 24-й не очень хорошо ходит. Хорошо ходит шестерка, 29-й, 53-й, 35-й и обратно могу на него приехать. В 60-й из-за того, что места мало стало, как бы поменяли автобусы на газели, и как бы не очень удобно. 144-й тоже по этой же причине неудобно, потому что поток большой, как бы едет много. Какие пожелания у вас есть касательно транспортной развязки, предложения? Ну, как-то я не знаю, может быть они изменят расписание. Или не то, что расписание, а может быть почаще будут. Наверное, расширить как-то дороги по возможности. Мне кажется, полос не хватает в некоторых местах. Чтобы больше зарплата, наверное, была у водителей. Это самое. И все. А так все, культурное обслуживание хорошее. Разбитые скамейки, торчащие провода и опасные аттракционы. Так могут выглядеть благоустроенные территории уже через год, если за ними нет ответственного человека. Эту проблему обсудили в общественной палате региона. Ее эксперты уверены, в край необходимо создать единую структуру, которая будет отвечать, допустим, за сеть городских парков. Подробнее в нашем сюжете. Зеленая зона в поселке Южный – прекрасный пример того, когда выделяются миллионы, и в итоге они превращаются в опасные аттракционы, разбитые скамейки и надежды. В зоне приземления присутствовали элементы из бетона. Мы видим, что их поправили, однако, как в том анекдоте, забыли убрать. Территорию благоустроили в прошлом году по нацпроекту. Но вот во что она превратилась без должного присмотра. По-другому – без хозяина. А это уже один из старейших парков Барнаула – юбилейный. Сегодня здесь стоит задача возродить почти 60 гектаров после 30-летнего забвения. Вот только вопрос с администрированием здесь, как и в других зеленых зонах города и региона, стоит остро. Эту тему накануне обсудили и в общественной палате края. В масштабах страны миллиардные средства тратятся на благоустройство. И в дальнейшем часть территории может легко превращаться в деградирующую территорию буквально в течение года-полтора. Потрачены федеральные, региональные, муниципальные средства, но в дальнейшем нет содержания. Поэтому нужна управленческая модель. Сейчас в общественной палате края как раз продумывают, какой должна быть эта модель и где найти деньги на содержание зеленых зон. Эксперты уверены, необходимо создать единую структуру, которая будет отвечать за развитие тех же парков. И эта структура должна будет учитывать общественное мнение. Вот парк «Изумрудный», опытная работа. Теперь необходимо включать в эту систему парк юбилейный. Это может быть отдельная дирекция парков, это может быть управление при администрации, это может быть департамент. Совершенно не важно, как это будет, но хозяин у парков в Барнауле должен быть. Понятно, когда этот алгоритм будет создан, это будет перенесено и на другие территории края. Я не исключаю, что мы подойдем к тому, что будем готовить какие-то законодательные инициативы. Потому что сегодня прокричать и сказать «дайте денег» – это легко. Вопрос «где найти деньги» – это уже второй вопрос, но он первый. Совершенно ясно, что это далеко не последняя дискуссия. Ведь объять сразу все зеленые зоны края за раз невозможно. А вот решать вопросы последовательно, в том числе с парком юбилейный, это уже ближе к реальности. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский, День с толка. Барнаульская всадница завоевала серебро на первенстве Сибири по конкуру. Речь идет о Полине Шипуновой, которая всего за полтора года конного спорта доросла до межрегионального пьезистала. Наша съемочная группа встретилась с призером, а еще пообщалась с другими всадниками о спорте, победах и о преодолении себя. Несмотря на престижную медаль, тренировки по расписанию, Полина Шипунова со своей напарницей ганноверской кобылы по кличке Плазма заняли второе место на первенстве Сибири по конному спорту в Красноярске. Спортсменка всего полтора года в седле и уже такие результаты. «Я с детства мечтала заниматься конным спортом, смотрела всякие фильмы, мультики. Тем более у меня братья занимались в этой конюшне и, можно сказать, пошла по их стопам». Полина и ее лошадь обошли соперников из Кемеровской, Иркутской, Томской, Красноярской и Новосибирской областей. Резво и четко преодолели высоту в 105 сантиметров и тренируются на высоту еще больше покорять конный олимп. И Полину ничто не смущает. «Какие-то такие непредсказуемые ситуации были?» «Да, были достаточно много. Когда лошадь выпрыгнет или слишком далеко, или слишком близко, я не была к этому готова и вылетела из седла. Я садилась и прыгала этот барьер заново». Достойно представила край и восходящая звездочка конного спорта Екатерина Горкаева. До бронзы 12-летней всадницы не хватило считанных секунд. Цифры цифрами, а девочка – настоящий герой. На городских соревнованиях выступала с серьезной травмой – переломом ноги, которую получила за день до старта на тренировке по хобби-хорсингу. Это популярное спортивное направление – езда на игрушечных лошадях. Мы сначала подумали, что у меня все-таки растяжение, или просто выверх. Я думаю, ну, что пропускать день, думаю, может выступить. Обсуждали, насколько травма совместима с выступлением. Она очень держалась крепко, выступила с результатом высоким. Ну и потом уже стало известно, мы, конечно, очень удивились, что терпению Катиному – это очень, как бы, такой поступок волевой. Даже с травмой Катя приходит на конюшню. А дома на костылях и с гипсом оттачивает мастерство по хобби-хорсингу. Надеемся, что эта конюшня, конечно, будет существовать долго, и будет какая-то поддержка, и этот спорт будет развиваться, потому что он очень много дает детям. Это животные, это большие животные, которыми дети учатся управлять, они учатся с ними работать, они получают какие-то эмоции. Ни один другой спорт не может дать тех эмоций, которые дает ребенку конный спорт. Материальная поддержка, конечно, необходима. На сегодняшний день аграрный университет является главным инвестором в нашу деятельность. Пытаемся сами как-то еще с детьми, со спортсменами, сами себя как бы отправляем на соревнования. По словам тренера, спортсмен развивается только участвуя в соревнованиях в других регионах страны. Поэтому каждый такой старт уже вклад в будущее. И не только самого спортсмена и его семьи, но и всего конного спорта края. Елена Макаренко, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Родственник звезды НХЛ начал подготовку к новому сезону в составе «Динамо Алтай». К нашему клубу присоединился младший брат нападающего Сент-Луиса Владимира Тарасенко – Валентин. Прошлый сезон 21-летний форвард провел в казахстанском клубе «Наматы» из Нурсултана. И набрал 9 очков за результативность. В целом состав «Динамо Алтай» в сравнении с прошлым сезоном изменился более чем наполовину. Пока игроки клуба будут тренироваться на барнаульских спортплощадках и в Титов-арене. В конце августа «Динамо Алтай» проведет в Новокузнецке два спарринга против кузнецких медведей. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова